Всем привет, это «Орел и Резка. Чудеса света» и мы в жаркой Бразилии. Тут, загибай пальцы. Ягуары. Сумасшедшие какие-то ходят. Местная обезьяна. Да, тут много сумасшедших ходят, этим славится регион. А ты поживи на болоте. Даже не опыт слова. Орел? Это необычный выпуск «Орла и Решки». Это спецпроект «Орел и Решка. Неизданное» 4 сезона «Чудеса света». Доброе утро, чудо. Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Это Решка, это лайк. Все, что осталось за кадром. Я считаю, что тема яиц недостаточно раскрыта. И все, что не пропустила цензура. Достаточно наркотично. Бананы, коконцы. О, сиськи. Игарь. Спокусируйся меня, пожалуйста, снимай. Неудачные дубли. По этому номеру можно в мою речь. Если бы я арендовала Жюль... Жюльен. Пока еще могу говорить, но я тоже не могу. Какие горы. Какие небы. Какие небы, извините. Какие небы, красота. Разбойники бездомные. Моргенштерн. Потом тут поселилась богема. Ну, а если мы... Запишите эту мысль. Дубли, дубли, дубли. Не вошедшие сюжеты... Спасибо сценаристам. Сейчас еще на попке с порога на порог поедем. Личные впечатления... Неплохо. В машине все продумано для нашего удобства. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Очень красивенько. Нет, подожди. Очень увлекательно. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Жир течет по моим высыпанным усам. И откровение ведущих. Я все хочу сказать, что я высыпаю усы. Это нормально, девочки. Ребята, я этого ждал 27 лет. Тут все по парочкам. Я тоже хочу себе парочку. Эй, мэн. Вот теперь я довольна. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Никого с ней не плей. Удалите это. Еще больше историй. Салатки апельсы. Да-да-да. Я не помню больше. В машину дособерем по дороге. Вот тут работает спрячка. Еще больше у «Орла и решки». Олег, там голова твоя. За чудеса света! Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Вот уже четвертый сезон «Орел и решка. Чудеса света» путешествует по самым удивительным и потрясающим местам нашей планеты. Обалдеть! Прям кажется, как будто я могу докоснуться рукой. Какие невероятные виды. Вау! И за эти 20 выпусков мы открыли ранее неизведанные. Как круто! Мы здесь одни! Неожиданные. Вау! А как это такое все? И необычные чудеса света. Киберпанк Иисус. Это выглядит как минимум необычно. Мы побывали на огнедышащих землях и землях индейцев. Увидели крупнейшие в мире болота и пустыни. Мир без времени и настоящей сказки. Изведали чудеса Гондураса и Андорры. Боже мой! Я такого никогда не видела! Вау! А еще мы повстречали самых крупных китов на планете. Чума! Какой он гигантский! И даже сами совершили чудо. Прошли по пути святого Иакова. Это возможность задуматься, правильно ли по этому своему жизненному пути, по этой своей колее ты идешь. Мексика страна джунглей, странных ритуалов и мистических городов. Каньон Дель Сумидеро. Именно здесь Василиса увидела каньон Дель Сумидеро. Который входит в двадцатку красивейших каньонов нашей планеты. Боже мой, какой же он могущественный, крышесносный, просто такой гигантский. Очень высокий. А Антон побывал в настоящем чуде света времен цивилизации майя. В древнем городе Поленке. Слушайте, это действительно мегаполис затерянных джунглей. У нас же затерялся сюжет о водопаде, в котором Антон даже искупался. Хорошо, что есть неизданное. Поговаривают, что эти водопады много тысячелетий охраняли индейцы. И никого сюда не пускали. Но туристы нашли местечко на снимках спутника и начали приезжать, чтобы искупаться. Только вы смотрите на эту красоту. Даже не верится, что это реальность, а не картинка. Ну вы сами видите, какая красотища. Это я не про себя, а про вот эти водопады. Точнее про каскад водопадов, которые цепью спускаются один за другим. Дело за малым, пойти по краю бусущего водопада, рискуя своей жизнью и жизнью оператора. Пойдем? Ну вот оно, как уник для тех, кто не разменивается по мелочам. А какие тут виды? Вода цвета выкусит тихонь и бесконечная гряда зеленых оллов, входящих в небо. Чудо. Неспроста название Агуа Асуль переводится как «голубая вода». Кажется, будто воду подкрасили голубой краской. А все потому, что плотность воды высокая и в ней много минералов. Поэтому свет рассеивается особенным образом. Смотрится круто. В каждом выпуске «Орел и решка. Неизданное» мы составляем для вас рейтинги самого-самого. За логистическую гениальность. Самые умопомрачительные красоты. Вау! Какие невероятные виды. Это даже не ах. Это ах. Самые большие траты. Просто эмейзинг. Самые экстремальные развлечения. И многое-многое другое. Слышь, ты говоришь, что у него нога болит. Это наши личные. Субъективные. Из князя в грязи. Завитный жених. Я под ними скучала! Это просто какой-то ужас. Предвзятые. Продюсеры, спасибо большое, а! Иногда сумбурные впечатления. В какой момент моя жизнь свернула не туда? Но это точно лучшее мясо в рейтинге зайцева. А я был практически во всем мире. Следовательно, это лучшее мясо в мире. И никакой рекламы или антирекламы. Все, кто не вошел или вошел в список самых-пресамых, просьба не обижаться. Парни, сорян, это моя работа. В этом выпуске неизданного мы покажем рейтинг самых экстремальных развлечений на чудесах света, этого сезона. Но поскольку в этом сезоне наш Антон Зайцев был со сломанной лапкой, то весь экстрим с удовольствием брала на себя Вася. Как же мне впадлу. Когда же у Антохи уже нормально заживет эта нога, а? Ой, елы-палы, господи, да что ж так всегда все сложно, а? Ох, эти чудеса света меня когда-нибудь в гроб заведут, честное слово. Настолько я люблю походы! Я хочу официально заявить, я ненавижу водопады. Уважаемые продюсеры, вы каждую серию меня будете посылать на вот эту вот, да? Передаю вам пламенный привет. Я сейчас, если честно, даже завидую Антошке. Мне кажется, продюсеры с его сломанной ногой сюда бы его не пустили. Может в следующем сезоне тоже новый сломан? Я увольняюсь. Официально все, меня это все достало уже. В общем, Василиса доказала, что она настоящий боец. Поэтому этот рейтинг мы посвящаем ей. Я люблю свою работу. Итак, пятое место. Подъем на вулкан Катапаки, Эквадор. Часть пути на вершину вулкана по горному серпантину можно преодолеть на машине. Высота, на которую тебя довозят на колесах, 4500 метров над уровнем моря. А дальше ты уже идешь пешком на своих двух. Господи, я на третий этаж жилого дома поднимаюсь, у меня уже отышка. О чем я только думала? У неподготовленного туриста может начаться горная болезнь с головокружением, спутанным сознанием и внезапной эйфорией. Я это сделаю. Видите? Вы это видите? Четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре метра! Вау! Четвертое место. Карабканье вверх на сплитборде в грузинском регионе Сванетия. Да, это, конечно, еще то испытание. Я не знаю, как мы за... Господи, мы точно... Там точно куда надо идти. И хоть вершина невысокая, подниматься нужно было в обход два часа по скользкому снегу. Да и сплитборд не упрощал, а только с каждым шагом забирал силы нашей ведущей. Спокойствие, Вася. Спокойно. Только спокойно. Какие надо будет не иметь нервы, чтобы работать в Орел и Решках? Уже не выдерживают, понимаете? Не выдерживают, ты понимаешь? Вот и я о том же. Третье место. Спуск по веревке на водопаде Хуанкури, Колумбия. Как сейчас представлю, что надо будет вот туда вот нырять на 80 метров вниз. Прям, становится не по себе. Так, подсчет, давай! 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 Высота водопада как пятидесятиэтажный дом. Причем спускаться нужно по скользким камням и под мощным потоком воды. Вот эта вода, которая мне просто захлебывает, она немножечко, так сказать, отвлекает от этого безумно потрясающего пейзажа. Открывает. Ну, сейчас я тебя чувствую прям рядом от желины. Вот тогда она была Ларой Кров, которая такая крутая паучиха. Барахталась, вот так вот прыгала по всяким скалам. Потому что вот, смотрите, какая здесь крутота, спасать, спасать! У-ху-ху-ху-ху! Второе место. Скалолазание по горному хребту Монсеррат, Испания. 500 раз это делаю. Да что ж так всегда страшно. Кошмар. Я тут с вами посидею. Это подъем на 100-метровую скалу. И вся надежда на крепкую экипировку, инструктора впереди и, конечно, собственные силы. Ой, ой, ой. Так, где, куда ногу? Конечно, вы там с дивана смотрите. Ой, да там же очень много дырочек, да? Ты попробуй. Сначала надо в эту дырку ногу засунуть, потом еще подтянуться. Вы давно вообще подтягивались? Я лично могу подтянуться только один раз. Мамы, руки! Держи меня! Серджио, hold me! О, так. Боже мой, конечно, когда видишь такие вещи, это фантастика. Очень красиво. И, наконец, первое место. Спуск по дамбе в Монтерее, Мексико. Высота этой отвесной стены 70 метров. Василисочка, все, моя лапочка, ты молодец. Ты молодец. Первые шаги самые страшные сделаны. Все хорошо. Перпендикулярно ноги и пошла. Все, не тхныкать. Василиса, ты сможешь. Самое страшное в таком спуске – жуткий дискомфорт от веревки, которая впивается в ноги. Я сейчас рыдать буду. Мне так больно. Пусть они меня спустят вниз. Ужасное развлечение. Мне ужасно все были. Они очень больно. Меня как будто скорпион за своими клешнями за мягкую попку мою укусил и просто не отпускал, я не знаю сколько, полчаса. Девочки, не приходите сюда. Вообще не советую. Отвратительно. Я еще и за это деньги заплатила. Все, спасибо большое. Короче, в этом сезоне мы так много мучили нашу ведущую, что весь ее экстрим даже не влез в эфир. И если в неизданном мы не покажем эти два сюжета с экстремалкой Василисой, она может обидеться и перестанет с нами разговаривать. А мы этого не хотим. Если вы турист с безлимитной картой и оказались в кавказских горах Сванетии, можно испробовать параплан, чтобы хорошенько разглядеть красоту вокруг. Здравствуйте. Это Георгий. Георгий. Настомитки Вася. Так, объясняйте, что надо делать. Значит, главное, ты должна бежать, не садись ни в коем случае. Параплан сам тебя вытянет, это ты уже в воздухе поймешь, он тоже скажет, что давай сядешь. Хорошо. А, окей, поняла, все супер. Готов? Я готов, господи, ну страшно. Один, два, три, давай. Бежим! Господи! Куда бежать-то? Куда бежать? Я бежу, бежу. Господи, это было страшно. Ой, извините, сейчас я с тебя приду, потому что я уже в воздухе. Вау, как же это круто! Грузия, это удивительная страна. Здесь, даже если холодно, все равно тепло. Грузия. 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 Давай, конечно, я обожаю экстрим. Что ж ты молчал? Грузии. Ха-ха-ха! Грузия. müsste бежать yo что купить тело идти. meu жburg24." Господи, как это было круто, у меня вся жидкость вылилась из нас, из рта, из носа, как подземляться, бошечки, что с ногами делать, все, успела, 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 господи, я чуть с задницей не ударилась, представляете, об саму землю, Боже мой, спасибо большое, Георгий, это было волшебно, честное слово, друзья, если вы хотите оценить красоту природы, обязательно сделайте это с высоты, этот способ проверенный Васькой, все, пока. Спасибо. Какой самый приятный звук? Шум водопада? Неа, как банкомат отчитывает деньги? Ну, может быть, но я вот этот звук? Я обожаю звукоплаты моей премиальной картой Мастеркард, всего пара секунд и ты с ней получаешь все самое лучшее. А наш проверенный способ порадовать Василису, показать о ней еще один сюжет. Не зря же в Швейцарии наша ведущая на фэтбайке каталась. Друзья, выглядит он как обычный такой классический велосипед, только который поднабрал на карантине. Фэтбайк – это горный велосипед на больших широких покрышках. Такие массивные колеса не проваливаются в снег, а действуют по принципу катка, поэтому фэтбайк – это именно то, что нужно на заснеженных дорогах. Погнали искать снег. I'm ready. All right, let's go. Yes. Oh, you take a break. How to stop it? Ah, oh. I understand. Так, начинается самое веселье. Мы поднимаемся в гору. Майляшки горят. Горят, горят адовым пламенем, как будто дьявол жарит на сковородке мои ляшки. За что вы так со мной, любимые продюсеры? Только знаете меня, посылаете на этот спорт, экстрим. Люблю, целую, обнимаю. Вася долго отдувалась за двоих. Ведь мы оберегали Антона и его больную ногу. Но мы были бы не «Орел и Решка», если бы не приобщали и его к физическим нагрузкам. Даль, минусы на нас. Например, как в Бразилии. Сюжет об этом мы не показали. Сейчас самое время. В дюнах много дорогих и экстремальных развлечений. Винксьют, багги, параплан, кайт, катание на лошадях. Но это все двуножные развлекухи у меня. Так что, единственное, что мне подойдет, это заноси. Давай, давай, давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас вниз. Вон туда. Давай, я догоню. Богатая жизнь, она такая. Реквизит на площадке. Спасибо, парни, через полчасика заберете. Новые шорты, новый ортез, новые впечатления. Меняемся. Погнали. Сапборд – это такая плавучая доска, на которой балансируют стоя и управляют веслом. Но не в моем случае. Мне бы удержать равновесие, сидя, и не плюхнуться в воду. Слушайте, даже с моей ногой не страшно. Во-первых, глубина вон. А во-вторых, вода очень теплая. Так что всем советую, всем советую не ломать ноги и заняться нормальным спортом. Вот эти. Когда же Антон наконец восстановился, мы задали ему экстремальных развлечений по полной. Это суперэкстремальное развлечение, где придется карабкаться вверх по камням, прыгать в ледяную воду, спускаться по высоченным водопадам. Возможно, я не справлюсь. Больше уверенности. Уверен, что я не справлюсь. Заводили родители единоюриста. Деньги хорошие, ноги в тепле. У нас есть планы остаться живыми? Вот так вот, ребята, вот так вот. Я поднялся. Орел и решка. Это работа мечты, ребята. А вот и подарок. Цистит. Орел и решка. У нас одноразовая ведущая. Это чудеса света. Это работа мечты. Так, вот мы и прибыли. Вау, тут обезьянки кругом. Посмотрите, она что-то кушает. Путешествуя по чудесам в этом сезоне, мы как никогда часто встречали животных. Представляете, вот так вот идешь, идешь по Бразилии, а тут тебе, кстати, обезьяна и трогает на пальчики. Мне это приятно. Причем мы сразу находили с ними общий язык. Это твоя козочка. Иди ко мне. В лавашек. Охоть. Кого мы только не видели. И оцелота. В смысле? А может ты зажрался? И обезьянок. Как он до тебя ест-то, как Васька, все изо рта падает, слюна течет, по счету не платит, ворует еду и бежит. Ленивцев. Вот удивление, он спит, нетипично для него. Опасных тарантулов. Не, ну мы любим животных, я просто епнул. Из стаю игуан. Каких-то кошек, собак, мы все приручаем, да? Игуан надо приручать. Олег, смотри. Ха-ха-ха-ха. Такого, мне кажется, у Бардвей Решки не было. И даже медведей посреди Берна в Швейцарии. Привет, медведь! Слушайте, ну не обманули, настоящие медведи прямо в центре города. Вон еще одно за деревом, вон еще один. Животных у нас на пути было действительно много. Вот это туша весит больше одной тонны. Ой, какой ты приятный, какой ты жирный. Все, 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 все. Тебя это может подвешивать, я понимаю. О-о-о, олень, скажете вы, да? А рядом с ним еще и олененок. Собачка моя злоденькая, иди-ди-ди, мой злоденький. О-о-о. Ладно, сразу стало легче. Джунгли, а? Сигнализация. Дорош, кед. Все, понятно. Клюнуть хотел. На Азорах Антону даже удалось увидеть китов. Прямо перед нами, в двух метрах, он вынурнул только что. Зараза, и так неожиданно. А вот сюжет о том, как Вася повстречала еще одну живность на Кабо-Верде, вы не видели. Покажем это сейчас. А вы знали, что на острове Сал одно из самых популярных развлечений – это кормление местной живности? Так няшно звучит, правда ведь? Я тоже так думала, пока не узнала, что местная живность – это акула. В прибрежных водах Атлантического океана водится опасный хищник – лимонная акула. Ее размер около трех метров, средний вес – 150 килограмм. Хорошо приручается, но может атаковать в ответ на резкое движение. Поэтому считается опасной для человека. Но местных это не пугает. Они даже сделали развлечение. Платишь 3 евро, переобуваешься в прочной тапке, чтобы не поранить ноги. Берешь корм и идешь. Боже мой, вот эта вот консистенция, вот этой штукой мы будем кормить наших акулок. Они учуют запах и приплывут. Но сейчас мы будем кормить маленьких малышей акул. Обалдеть, она прямо в метре от меня. Вот она, вот она, вот она. Этим акулам всего один год. Да вы совсем крошки, вы такие, они же маленькие, это акулята. Это получается акулята. Но такие акулята могут легко вам прохрыть палец, как бы не ноги. В целях безопасности нужно придерживаться нескольких правил. Самое главное правило здесь – это стоять на месте и не двигаться. Потому что акулы, они очень как бы реагируют на вот эти резкие движения. Поэтому я могу балаболить сколько угодно, но стоять я должна тупо на месте. Правило второе – не совать руки в воду. Эти пальцы, можно их помолить? Реально может пальцы откусить, представляете? Правило третье – сохранять спокойствие и дождаться, пока акулы учуют корм. Вот так вот, то есть акулы должны сами охотиться, они не разрешают их кормить. Блин, господи, какое же это крутое чувство, а? Когда они поплывают рядом с тобой, так знаете, леденяет кровь. Но если хочется ощущений поострее, местные могут провести дальше, туда, где водятся взрослые акулы. Вы понимаете, да, что я сейчас делаю? Ладно? Запомните меня такой. С двумя ногами и с двумя руками. Игорь, ты что встал? Пошли со мной. Так, ты тоже подписал контакт. Пойдем со мной. И вот на расстоянии каких-то сто метров от берега виднеет сани. Вот прям четыре штуки акулы. Глянь, ты видишь Игорь? Полный капец. Да их там штук десять. А у меня еще как бы есть планы на жизнь, на этот день, так что я пойду, а ты можешь остаться. В этом сезоне «Орел и Решка. Чудеса света» Антон шоковал с безлимитной картой только 8 уикендов. В Василисе же везло больше, и «Решка» выпадала аж 12 раз. Ух, все. А? Пацан к успеху шел. Я же говорила, Бог любит меня. Бедрышком работай. Хорошо. И с таким же весельем ведущие потратили за сезон 96 921 доллар. Поэтому представляем Вашему вниманию рейтинг самых больших трат этого сезона. Бригадо. Бригадо. Итак, пятое место. Аренда личного самолета в Грузии за 2400 долларов. Всего за каких-то полчаса моя птичка доставит меня вместе к нашему чудо света, к Суанским башням. Я Морджоба. Добрый день. Я приветствую вас на борту ави-лайнера компании «Ванила Скай». Четвертое место. Завтрак с танцевальным шоу за 3550 долларов. Именно столько стоит 10-минутное представление редких пород португальских лошадей в Синтре. Такое торжественное шоу и все для меня. Третье место. Аренда номера в отеле Швейцарии за 4400 долларов. Боже, какое роскошиство. Это современный пятизвездочный отель. Номер Васи сделан японским дизайнером Кенго Кума с панорамными окнами и люксовым видом на горы. Второе место – это аренда вертолетов в Коста-Рико на два дня стоимостью 9250 долларов. Полетели! Антон смог подлететь к вулканам так близко, как никто другой. Я боюсь моргать, чтобы пропустить что-то красивое. Потому что мы пролетаем над невероятно красивыми пейзажами. Тут и луга, и ковер из деревьев, и джунгли, и озера. И первое место. Президентский номер в Швейцарии стоимостью 20 тысяч 320 долларов. Бюргеншток отель-резорт. Это старейший гостиничный комплекс Европы. Здесь каждый уголок наполнен роскошью и богатством. А самое главное, отсюда открывается лучший вид на Люцернское озеро. Чудо! Ты чудо! Но наши ведущие умеют не только тратить деньги на себя. В каждом выпуске они, как всегда, оставляли для вас заветный клад со ста баксами. Друзья, прячу для вас бутылку просто в сумасшедшем месте! Удачи! Удачи! Я в вас верю! И удача улыбнулась самым лучшим кладоискателем Орла и Решки. На мысе Финистерре в Испании делятся своей радостью от найденной бутылочки Исма и Рая. Круто! Там еще записка есть. Блин, круто! Смотри, Исма! Блин, график! Мы на Финистерре. Мой муж самый лучший. Блин, у меня пальцы не длинные. А вот супружеская пара Катя и Рома нашли нашу бутылочку в Швейцарии под Рейнским водопадом. А этим ребятам пришлось постараться, чтобы найти клад. Они обошли три точки в разных странах и повезло им лишь на четвертой в Эль-Сальвадоре город Апанека. В Бразилии счастливым обладателем клада стал Андрей. А в Греции Вероника со своим парнем Егором. Так, давай, реально там очей в ней гони. Супер! Ну наконец-то мы заживем. Мы очень радуемся, когда видим ваши фото, видео и письма про найденные 100 долларов от Орла и Решки. И желаем удачи всем в поисках нашей заветной бутылочки. Не менее азартные, чем зрители, наши любимые ведущие. Именно поэтому и наш Антон, когда путешествовал по бедному в Монтерее, клюнул на предложение разбогатеть. Что из этого получилось, мы вам не показали. Приберегли для неизданного. Мексиканцы очень азартные ребята. Они любят моментальные лотереи. Лотереи, где надо угадывать числа. Но есть здесь одна самая популярная. Народная лотерея. И в нее здесь играют повсюду. Даже в маленьких магазинчиках. Ола. Ола, кутежницы. Можно я поиграю вместе с вами? Трэнто пэсос. Трэнто пэсос? Барат. Окей, окей. Меньше двух долларов, то без проблем. Правила игры простые. Почти как в нашем лото. Тебе выдают две доски с рисунками и крышечки от бутылок. Ведущая называет картинку, если она есть на твоей доске, закрываешь. Ты побеждаешь, если собрал четыре по горизонтали, по вертикали, по диагонали или квадратик. Поднимаешь пальчик вверх и получаешь приз. Да-да, здесь есть призовой фонд. Все правильно, мать сказала? За каждую победу ты получаешь приз. Призовой фонд, он же призовое ведро, включает в себя Набор прищепок. Пищевую фольгу. Тарелку для разогрева кисадилий. Огромный пакет. И автомобиль. Было бы круто, но щетку. А также кондиционер для белья и годовой запас хлорки. И гран-при само ведро. Девчонки, я за хлорку разорву. Итак, начинаем игру. На кону супер-приз. Щетка. Рука, рука есть, у меня есть рука. Бочка, бочка, есть бочка. О, это актуальненько. Не-не, мне корона не надо. У тебя есть корона. Корона, у меня есть. У меня есть корона. А я не в маске. Так. А я не успеваю, это еще и курсы стихийного испанского. Что это? Чепчик, чепчик, чепчик. Нету чепчика. Парагуас. Парагуас. Катрин. Катрин есть. Сейчас можем диагональ выпасть. Проверяйте, проверяйте. Все. Победа. Муча красиас, девчонки. Увидимся на международных чемпионатах. Люблю вас. А главное, тридцатку отбил. Можем? Эффектно добежал в ротике. Привет. 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 Я ничем заснула. Ну давай. Финаль. Матю. Слушай, Тох, я поняла, как всегда, я так много поняла, то они… Давайте еще раз. Да какая разница, какой был сезон? Самое главное, сколько чудес света мы увидели, а? Сколько? Да черт его знает, впереди еще сколько. Все, до встречи. Дааа. Я 99 сезонов отпахал на этом. 99 за ананас. Очень трогательный момент, не могу. Я прям так рада, правда. Твоя очередь. Ты что? Я говорю, что рада очень, что это закончилось. Вася, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь. Вася, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь. Бабушка наконец. Да все, я бабку уже всех достала. Все. Урааа. Наше новое вдохновение. Это вообще новая волна. В Решке такого еще не было, чтобы девчонки кто-то там. Чтобы выживали еще. Ураа. Четыре сезона чудес света. Позади. Еще один мегаполис. У меня четыре было сначала. Серьезно. Орел Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. Какой красивый. Два дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5 тысяч 895 метров. Все это время команда Орла и Решки снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я все-все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться. Кажется. Переста.